Здравствуйте! Это программа «Инсайт», где мы показываем и рассказываем то, что скрыто от глаз болельщиков и даже журналистов в сегодняшнем выпуске. Последний рубеж тренировки вратарской бригады. Наша основная цель – приблизить тренировочный процесс к игровым эпизодам. Странные мысли Кирилла Колесниченко. Все только на меня я смотрю. Престайл Юрия Железнова. И быстрое решение Олега Шатова. Последнее, наверное, что я читал – «Портрет Дориногрея». Есть такая поговорка, что вратарь – это половина команды. В нашем случае даже больше, учитывая, как часто наши голкиперы вступают в игру. О том, как проходят их тренировки в нашем первом материале. Продолжение следует... Подбор самих упражнений достаточно разнообразный, потому что наша основная цель – приблизить тренировочный процесс к игровым эпизодам. И, соответственно, относительно предстоящего соперника или после разбора матчей прошедших, мы, соответственно, подбираем тренировочный процесс. Именно вспоминая, что у нас было в прошлом матче, анализируя действия вратаря, а также пытаемся угадать, что нас ждет в следующем матче. И, соответственно, моделируем такие игровые эпизоды и действия вратаря. Требуется время на адаптацию после того, как мы возвращаемся со сборов, где идеальные погодные условия, идеальные поля. Тут ничего не поделать, это наши реалии, да, и мы знаем, что поле рыхлое, свойства мяча меняются, он не такой летучий становится, может покрываться какой-то ледяной коркой, да. Ветер, то есть все погодные условия и внешние, значит, условия, которые влияют на матч, на игру вратаря, на его действия. Поэтому мы, безусловно, акцентируем на это внимание, что нужно более концентрированно подходить к исполнению технических элементов, как ловля, там, на месте, в прыжке, в падении, а также участвуя при обратных передачах, при вводах мяча в игру ногами. Все это, безусловно, не остается без внимания. При подготовке к матчу главный тренер, учитывая, опять же, состояние газона, может где-то посоветовать, что если ситуация 50 на 50, и у нас есть возможность сыграть вперед, то давайте все-таки этому направлению следовать. Кирилл Колесниченко, так же, как птица Говорон, отличается умом и сообразительностью, и не только на футбольном поле, в нашей рубрике «Первая мысль. Ему слово». Итак, это рубрика «Первая мысль» с Кириллом Колесниченко. Я буду задавать тебе ситуацию, ты должен был, будешь ее продолжить. Первое, что уголует, придет. Все, у тебя только когда. Ты настолько креативный, что когда тебя просят нарисовать бегемота? Я его не рисую. Ты настолько начитанный, что когда слышишь слова о Гарри Поттере? Я читал Гарри Поттера, не знаю. Ты такой харизматичный, что когда выходишь на поле? Все только на меня я смотрю. Ты такой кулинар, что когда чистишь картошку? Она сразу превращается в фрит. Вот это поворот! Ты такой аккуратный, что когда складываешь оригами? Это лучшее произведение у котела, может быть. О май гад! Ты такой брутальный, что когда гуляешь с собачкой? Все девушки смотрят. Ты такой обаятелен, что когда говоришь по телефону? Все равно хочется продолжать общаться часами. И ты такой внимательный, что когда считаешь воронку? Ни одной не попадаешь. Да ладно! Спасибо большое, это была рубрика «Первая мысль» с Кириллом Политичем. Спасибо. Юрий Железнов – один из лучших дриблеров нашего клуба. Вообще никакого сарказма, на полном серьезе. Лично мое персональное мнение. Насколько прокачаны его скиллы, мы узнаем в следующем материале. Мы давали ему картинку лучших фристайлеров нашей планеты, а он пытался повторить их движения. Что получилось? Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Если вам зашло это видео, кликайте на вот такой значок под ним и подписывайтесь на клубный YouTube-канал. Олег Шатов, как выяснилось, не только на футбольном поле мгновенно принимает решения, но и ответы на вопросы находит в кратчайшее время. Рубрика «Блиц» прямо сейчас. Кто твой футбольный кумир? Зидан. Любимое празднование голов? Посвящаю, когда детям, у меня набиты на руках две татуировки, это целую. Любимый певец или группа? Наверное, так, руки вверх, B2. Ну и современного, современного, современного. Ну, не знаю, скрипта не понравится. Любимая еда? Ну, спагетти, пельмени. Любимая позиция, на которой тебе комфортно играть? Атакующий полузащитник, без равенства, лево-право, центр не имеет значения. Главное атакующий. Рабочая нога? Правая. Любимое место для отдыха? Не, дом, семья. Хет-трик или гол на последней минуте? Ну, наверное, хет-трик. Если я хет-трик забью, мы и так выиграем. Наверное, хет-трик. Самый важный тренер в твоей карьере? Их, наверное, двое было. Да, трое. Но первое я назову Побегалова. Потом я назову Гус Хидинга. И, наверное, назову Андреа Вилашбор. Любимый фильм? Восьмая миля. Лучший матч за сборную? Пуф. Да я так за сборную играл плохо, что, наверное, матчи-то и таких хороших не запомню. Ну, не знаю, наверное, может матч на Европоль против Англика. 1-1 сыграли. Прошел сам. Подача. Березуцкий. Момент. Опиши одним словом Екатеринбург-Арену. Родной. Любимая книга? Последняя, наверное, чего я читал. Портрет Дорина Грея. На скольких языках ты говоришь? Ну, русские несовершенства и английских роман. Какой спорт ты бы выбрал, если бы не футбол? Баскетбол нравится. Любимое место в Нижнем Тагиле? Я уж там так давно не был, тяжело. Ну, наверное, так же дома отвечу. Там любимый двор, наверное, на те мои первые футбольные ворота. Это два столба, которых я с утра до ночи пинал мяч. Наверное, это место. Любимая видеоигра? Counter-Strike. С кем больше всего общаешься в команде? Ну, со всеми одинаково. Ну, наверное, гаджик, балла, слава. Любимый супергерой? Бэтмен. Приходите на стадион, болейте за родную команду, поддерживайте нам. Ведь нам ваша поддержка необходима. И вместе мы должны справиться с поставленной задачей на сезон, которая осталась им туров, сохранить прописку в Премьер-лиге. Даже в это воскресенье в 2 часа дня Урал проведет свой очередной матч против самарских крыльев советов на Екатеринбург-арене. Конечно, спешите покупать билеты. Ну, а всю информацию о том, как можно приобрести заветные клеточки, можете прочитать на сайте футбольного клуба Урал и в социальных сетях. Ну, а если вам понравилась эта программа, кликайте на вот такой значок под этим видео, подписывайтесь на клубный YouTube-канал и следите за обновлением. Это была программа Insight. До встречи на просторах интернета. Субтитры создавал DimaTorzok